Грузинские храмы в Турции на грани разрушения. В исторической области Таок-Ладжете у древних церквей обваливаются купола и стены, стираются фрески. Как спасти Ошки, Ишхани и Отхта? Наша съемочная группа побывала в телеэкспедиции. Репортаж Кристины Георгобиани. Некогда территория Грузии. В 16 веке под напором османских султанов грузинские цари утратили контроль над Таок-Ладжетским княжеством. Сейчас Тао – часть Турции. Здесь же Ошки – кафедральный собор святого Иоанна Крестителя. Первый из четырех великих кафедралов. Именно здесь в 978 году был создан бесценный памятник деревни грузинской литературы – Ошский кодекс. Полный перевод Библии на грузинский язык. Часть опорных столбов, которые поддерживают купол, обвалились. Оставшиеся покрыты трещинами. Существует опасность, что они не выдержат тяжести и обрушатся. В купол просачивается вода и смывают настенную роспись. Фрески гибнут. Хромошки – на грани разрушения. Сам храм в плачевном состоянии. Очень много трещин. Особенно в плачевном состоянии купол храма. Вы сами знаете, что купол – это один из самых уникальных творений грузинской архитектуры. Но фактически, как этот купол держится над храмом, вот это логически объяснить очень трудно. Ишхани – один из уникальнейших памятников грузинской архитектуры. В этой турецкой провинции его величие можно разглядеть издалека. Орнамент Ишхани поражает. По сей день сохранились остатки уникальных фресок первой половины XI века. Цветовая гамма фресок купола, знаменитый круговой алтарь и колоннада. Всего этого скоро может не быть. Процессы, разрушающие исторические древности, идут слишком быстро. Раньше здесь была дверь, дверь мечети. Во второй половине XVII века по приказу османского султана это стало святым для мусульман местом, что и спасло храм от разрушения. Из всех грузинских памятников в Тау-Кладжете Ишхани пострадал меньше остальных. Чего не скажешь об Отрта, церковь четырех. Он словно сложил крылья. Один из шедевров грузинской архитектуры X века. Пример базилики позднего периода. Историк Георгий Каландия говорит, поздно бить тревогу, нужно действовать немедленно. Монастырь в очень плохом состоянии, но все равно он имеет какое-то почтение у этого населения, у мусульман, так как существует несколько легенд. По легенде здесь очень плодородные земли, но никто здесь не селится. По преданию, если ты здесь обоснуешься, обязательно в твой дом придет беда. Кое-где сохранились фрески, правда лица святых затерты. Надписи на турецком и вандализм. В базилике выриты ямы. Кладоискатели постарались. У местных ходят легенды о богатствах грузинских монастырей. По мнению экспертов, бездействие в таком случае равносильно преступлению. Кристина Георгубяни, Ливан Кантидзе, Таук Ладжетти, Турция, Канал Пик.